Тем временем в зоне АТО обстрелы 11 с начала суток. Боевики нарушили перемирие в районах Толоковки, Крымского, Маринки и Авдеевки. Не прекращаются обстрелы в Песках под Донецком. О ситуации там расскажет Геннадий Бивденко. Тушили техникой висковую, подвоз воды был обеспечен. Локализовали очаги возгорания, ветер менялся в разные стороны. Пострадавших нет, все люди живы, здоровы. И все миры безопасности под выполнением сильной пожары. Некогда элитный поселок Пески постепенно исчезает с карты Украины. Населенный пункт уже и так разрушен почти до основания. А тут на днях пережил масштабный пожар. Здесь еще остаются 12 мирных жителей. Бойцы старались спасти их жилье. В целом в Песках сгорело 80 брошенных домов. Тушили всей бригадой двое суток. Вот это была чья-то теплица. Температура горения была такая, что стекло расплавилось. Враг использовал зажигательные мины. В результате пожара сгорели только заброшенные здания. После относительной тишины противник активизировался. Эта ночь прошла под постоянными обстрелами боевиков. Ведется провокационный огонь. Обстреливаются позиции. Постойно с подствольных гранатометов АГ-17. Працует частенько по позициям. Руйнуют потихоньку. Пытаемся отбудовывать позиции. В огонь, ответ, заборонено. Открывать. Так, живем потихоньку. Используется старая тактика ночных беспокоящих обстрелов. Враг пока не использует только крупнокалиберную артиллерию. Ну, БСЕ по ходу ездят, и они дотримаются, типа, они там... А ночью, в весь час провокации, каждую ночь. Працует там ДРГ и так далее. Провокуют на огонь, чтобы потом по телеканалам показать, что засуды дотримаются мінских договоренностей и так далее. Наши парни рассказывают, что боевики даже демонстративно вылезают из окопов и маячат под прицелами. Пытаются спровоцировать украинских воинов на огонь. Однако действуют жесткие запреткомандования соблюдать перемирие. Хлопцы подбодривают себя, все будет хорошо. Рано или поздно это все закончится. Главное, чтобы оно дальше не пошло. Я, например, с кривого рога, чтобы такого не было у меня дома. Чтобы мои родители живы спокойно, чтобы не было такой разрушки. Чтобы у меня в дворе такого не было. Все будет хорошо. Полусаженный поселок производит удручающее впечатление. Однако видно, как сквозь пепел рядом с руинами пробивается уже молодая трава. Денадий Вивденко, Вадим Ревун, Сергей Байдала. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.